В последние несколько дней россияне снова начали получать повестки. Сообщения об этом редакции инсайдеры приходят со всей страны. Вот лишь несколько примеров. В Липецкой области повестку вручили 53-летнему мужчине. В Белгородской области выдают повестки военкомат при смене регистрации по месту жительства. Причем, если не расписаться в направлении, паспорт не отдают. Мне сменили регистрацию и перед тем, как отдать паспорт, сотрудница ОМВД вручила направление военкомата, уточнение данных смены места жительства и так далее. Она дала два экземпляра. Один я подписал, отдал ей. Второй она положила мне, я его сразу забрал. Жителю Петербурга Михаилу первая повестка пришла после смены прописки еще в конце октября. Потом еще одна в феврале. На днях из военкомата пришло уже другое письмо с угрозой возбуждения административного дела. Мне пришло письмо о том, что я обязан явиться в военкомат, либо у меня будет административный штраф. В принципе, административный штраф был указан и в повестках, но это было официальное письмо о том, что если я не явлюсь, будет направлено соответствующее оповещение в МВД и МВД у меня будет обязана привезти в военкомат, видимо, силой или не военкомат, или где-то еще на меня составит протокол. И, собственно, все равно я буду обязан в военкомате подать все свои данные и встать на учет. В Ульяновской области военкомы пошли на хитрость и подсылают с повестками соседей. Мой отец говорит, что соседка пришла повесткой, пыталась, короче, чтобы батя подписал эту повестку. Ну, батя в итоге все шутку съел. Просто это деревня, как там все знают. Уведомления раздают и в городах-миллионниках. Из Петербурга, из Москвы пишут. Нам, например, сегодня писали, что в Выборгском районе Петербурга раздают повестки по больницам. Такая вот новая история. Раньше мы этого не видели. А в Москве, собственно, уже несколько недель раздают повестки в колледжах. Причем, как сообщают наши подписчики, в Москве и в Петербурге часто повестки просто опускают в почтовый ящик. А рассылают их в хаотичном порядке. В том числе тем, кто в последнее время не менял ни прописку, ни семейный статус, ни другие данные, которые нужно уточнять. Региональные власти не отрицают выдачу повесток, но оправдывают по-разному. В Воронеже назвали целью вызова мужчин военкоматы актуализацию данных воинского учета. В Тюмени призвали мужчин усовершенствовать воинские навыки на учебных военных сборах. А до липецких военкоматов добралась цифровизация. Мы перевели все наши документы воинского учета в электронный вид. Сегодня мы наполняем наши базы актуальными данными, вызываем граждан, проживающих в нашей области, состоящих на воинском учете с целью уточнения их персональных данных. В конце ноября 2022 года Владимир Путин и правда подписал указ о создании государственного реестра с данными тех, кто состоит на воинском учете. Ну а цифровка документов воинского учета должна была завершиться до нового года. И раздачу повесток не предполагало. А военные сборы проводятся только на основании указа президента. Но такого указа нет. По крайней мере, он не опубликован. Тем не менее, вручение повесток идет. Назвать его массовым пока нельзя. Их точно больше, чем было в последнем месяце. Но меньше, чем в сентябре и октябре, когда Путин объявил первую волну мобилизации. Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Слухи о возможной второй волне в России ходят с начала года. Пока ни одно из предсказаний не сбылось. К тому же, признаки мобилизации, такие как облава на призывников и трудности с пересечением границы, отсутствуют. Но это не значит, что второй волны нет. Мобилизация уже была объявлена. Никакого указа об окончании мобилизации, как мы знаем, не было. Наоборот, в декабре было предпринято довольно много подготовительных шагов. Была и максимальная численность армии увеличена до полутора миллионов человек на 30-50 тысяч. И был создан такой координационный совет по мобилизации. А объявлять как-то лишний раз частичную или тем более полную мобилизацию – это наоборот только терять очки у населения, которому можно продолжать рассказывать, что на самом деле мобилизация закончена. И вас это не касается, и вообще это касается там полупроцента только с военными специальностями. И вот вся эта чушь, которую нам скармливают уже давно. Историю о том, что никакой мобилизации нет, активно отрабатывают боты. Под постами раздачи повесток они активно отрицают вторую волну. Об этом сообщает проект «Блокировщик ботов», который создал систему, распознающую фейковые аккаунты. Тем временем журналисты выяснили, что федеральный центр направил в регионы плановые показатели по новому набору добровольцев на войну с Украиной. А значит, пришедших для сверки могут попытаться уговорить заключить контракт. Ни о какой мобилизации речи не идет. Команды получили разнарядку на призыв на военную службу по контракту и срочную службу, и они ее выполняют. Не исключено, что простая сверка данных может закончиться отправкой в сборный пункт, а потом и на фронт. Так уже было во время первой волны. Поэтому вот несколько простых шагов для тех, кому пришла повестка. Мы рекомендуем не подписывать, хотя сейчас уже призыв не подписывать и не являться по повестке – это уголовка. Но мы все равно рекомендуем, конечно же, не подписывать и в военкоматы не ходить. Рекомендуем по возможности не жить по месту регистрации в ближайшее время. Если вы все-таки живете, то ни в коем случае не открывать двери незнакомым людям, будь то сотрудники ЖЭКа, врачи санэпидемстанции, как только не представлялись в последние месяцы сотрудники военкоматов и полиции, чтобы под роспись вручить повестку. Помните, что неявка по повестке – это всего лишь административка. Вам может грозить штраф 3000 рублей. Не более, это улучшить перспективы отправки на войну и соучастие в убийстве и риск собственной гибели. Судя по разным данным о количестве потерь российской армии, ей точно нужно пополнение. К тому же западные военные аналитики сходятся во мнении, что в апреле Украина может перейти к новому масштабному контрнаступлению. Как ожидается, к этому моменту Киев получит западные танки. Присылайте ваши фото, видео и истории для публикации в черный ящик The Insider. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok